Всем добрый день! Сегодня обзор и сравнение розочки Notre Dame de Roser. Я ее сравню с Mami D'Ethier, Easy Does It и Lady Marmalade. Эти розы очень похожи по цвету, по окраске, некоторые даже по форме цветка и завитка внутри. Это розочка Notre Dame de Roser. Это первая волна цветения, конец июня, третья климатическая зона, Кировская область. Ко второй волне это кустик около метра, в ширину сантиметров 50-60. Розы появляются в соцветиях, в кистях. На каждой побеге насчитывается по 3-5, надо будет больше 6-8 розочек. Розочка крупная, в полном распуске, 10-11 сантиметров. Густомахровая, серединку не показывает. Очень насыщенного яркого цвета, прям светится издалека. Показывает прекрасную стойкость. На прямом солнце, на жаре держится более 10 дней. Прохладное время подольше. Дождем не портится, у нас в течение нескольких дней идут дожди каждый день. Смотрите, розочки все в каплях дождя, что цветок не загнивает. И лепесток довольно плотный. Даже на прямом солнце, когда у нас выходит 25-26 градусов тепла стоит. Края лепестков не обгорают. Цветоносы толстенькие, розочка не склоняется, смотрит прямо вертикально. Очень яркий и красивый сорт. Роза прекрасно зимует. У нас третья климатическая зона, Кировская область, без какой-либо весенней обрезки. Не заболевает одна из самых первых. Цветет волнами. Есть перерыв около полутора недель. И сейчас я ее хочу сравнить с розочкой Мамидетьера. Я, наверное, возьму нижний цветок, который все равно не наведу, и поднесу к другому сорту. Так, вот это небольшой кустик розы Мамидетьер. И розочка Ноттердам де Розер. Как по мне, они очень похожи. Еще раз. Вот эта розочка у нас Мамидетьер. А это Ноттердам де Розер. По цвету, похоже, даже форма и строение цветка тоже похожи розочки. Давайте сейчас возьмем еще, сравним с Изи Дос Ит. Вот уже рядом. Там форма цветка будет немножечко другая, но по цвету тоже очень походит. Так, вот эта роза у меня Изи Дос Ит. И Мамидетьер. Вернее, Ноттердам де Розер. Изи Дос Ит. Вот эта. Справа розочка. И Мамидетьер. Размер цветочка в полном распуске одинаковый. По форме даже немножечко похожи. И цветовая гамма тоже практически одинаковая. И сейчас еще сравню с розой Леди Мармелайт. Так, роза Леди Мармелайт. Но они отличаются. Розочка Ноттердам де Розер имеет внешние лепестки, ближе к розоватому оттенку. Леди Мармелайт, она больше таком оранжевая. Ну, в принципе, если их посадить вместе, то они будут смотреться как что-то целое. Но вот все-таки, если брать один в один и точность, то она отличается по цвету и по оттенку. Это роза Пьер де Сан де Косм. Посмотрите, какие цветы, насколько они разные. Как цветок отличается в начале распуска. Роза только-только раскрытый. Где-то пятидневный. И уже больше одной недели. Если смотреть издалека, то вот абсолютно разные окраски. Роза Саммер Сонг. Она близка, но не подходит к этому сорту. Распустилась еще одна английская роза. Это Уилертон Олд Холл. Ровно, красивой, правильной формы цветы. Похожи на кувшинки. Я в ближайшее время сделаю обзор на эту розу. И сравню с подобными сортами Дэвида Остина. С розой Руальдаль. Очень похожа Эмбридж Роуз. Тоже похожа потом Джудзе Обскьюр. Очень похожа на этот сорт. И, по-моему, еще несколько розочек есть у меня распустилась. Хочу сравнить именно форму цветка и оттенок. Если у вас есть вопросы по этим сортам, пишите. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока!